Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Я не могу найти выход и походу скоро попаду в психушку. Поработу почти 30 лет в одной сфере, я больше не хочу там работать. До работы, до нервного срыва. Кланти-депрессанты было немного лучше, сейчас очень ухудро, сильно болит душа. Другую работу найти не могу, производства у нас нет, у меня дефект внешности, но в собеседовании я ходила, никуда не берусь. Я пошла учиться на курсы, чтобы иметь возможность работать на фрилансе. Думала, что быстро научусь и веду свою работу. Мне тут-то было учиться очень сложно и долго, но мне нравится. Только времени не хватает, прихожу с работы трупом, нет ни на что силы, хочется уже закрыть глаза и не открывать их, раз я лично на этой земле. Плюс работы не будет ни за что шить, не уйду, она меня убьет, что делать? Ну, несложно догадаться, что для вас вопрос. Работы в какой-то момент стал как будто бы чем-то больше. То есть вы настолько в это погрузились, что, в общем-то, чувствуете себя почему-то лишнее на этой земле. Как будто бы кроме этой работы у вас и интересов никаких больше нет. Понимаете? Как будто бы вы очень сильно себя обесцениваете и по большому счёту от факта того, то как бы найдёте вы работу или нет, зависит, что будете вы личный или нет на этой, как вы сами сказали, земле. Интересная, однако, получается у вас в данном конкретном случае логика. Я бы сказал, что довольно-таки логика ваша депрессивна. В принципе, вы сами об этом сказали, сказали, что пили антидепрессанты. Вот, что как бы намекает на то, что у вас есть такое вот упадническое настроение. Но, тем не менее, поскольку нет намёка на то, что вы больны, по крайней мере, ничего вы не говорите по поводу наличия себя какого-то диагноза. Вот, кстати, кто вам назначал антидепрессанты и почему вы, в принципе, эти антидепрессанты пили, большой вопрос. Так вот, есть в психологии такой сценарий, описан этот сценарий рекомбённый, называется он «Тупик». Это такая психологическая игра, когда человек боится предпринимать решения, не хочет их принимать. И сводит всё к тому, что, в общем-то, его жизнь заходит в тупик. Вот, и тогда решение должен, получается, принимать кто-то другой в этой ситуации. Интересно, правильно? Вот, мне как-то кажется, что именно в такой ситуации вы и оказались. А психологическую игру «Тупик» я предлагаю изучить вам самостоятельно, вот, чтобы вы лучше понимали, о чём идёт речь. А ещё, мне кажется, что вы играете в психологическую игру «БА-НО». Но, да, такая вот игра, когда у человека есть, скажем так, проблема, он пытается эту проблему решить, вот, но отвергает любые предложения, которые ему поступают из меня, чтобы потом сказать, что вот видите, я же говорил, что выхода из моей ситуации нет. То есть, понимаете, какая штука? Есть ощущение, что вы нацелены не на выход, не на поиск выхода из ситуации, не на изменения конкретно в своей жизни, а на то, чтобы доказать себе, к примеру, что всё у вас плохо, что лучше у вас не станет, что на этой земле вы лишни, ну и так далее. И, собственно, на этом и нацелено ваше сообщение, на это и нацелено ваше письмо, по большому досчёту, да? Потому что, как обычно, как обычно происходит. Обычно происходит так, что если человек ищет выход, он его обязательно находит. Выход не всегда. Это не всегда какая-то очевидная ситуация. Отлично. Это не всегда лёгкий, скажем так, путь. Совершенно. 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 Это далеко не всегда лёгкое решение. Очень часто бывает, что это решение достаточно сложно, его достаточно сложно и тяжело принять. Вот. Но. Тем не менее. Тем не менее. Тем не менее. Если вам вот настолько сильно не нравится ваша работа, то у вас не нужно уходить. Уходить никуда. Но это риск. На риск вы не готовы. Как мне кажется, вы боитесь. Я не думаю, что вам прямо в такие вот не на что будет жить. Ну, в конце концов, у вас есть окружение, у вас есть друзья, у вас есть знакомые, у вас есть родственники. Вот. Всё. Всегда можно попросить помощи. Кстати, как у вас с просьбой? Как у вас с просьбами о помощи обстоят дела? Можете ли вы спросить помощь? Получается ли у вас спросить помощь? Помощи или нет? Очень это важный момент. Потому как, если вы помощь спросить не умеете, или если вы одна, в том смысле, что нет у вас ни мужчины, ни друзей, вот, ни людей, которые могут в помощи выручить вас. То проблема более глобальна. Она не связана напрямую с работой. Она связана с тем, что вы чувствуете себя одинокой. Может быть, именно поэтому вы говорите про то, что вы лишний. Не потому что на работе так тяжело, а потому что кроме неё-то больше и нет ничего. Я, естественно, не знаю, как обстоят дела. Может быть, я ошибаюсь, может быть, я понеправ, но мне бы хотелось эту тему, безусловно, раскрыть. Это важно. Психология всё взаимосвязана, и эта связь, она может сыграть одну из ключевых ролей. Мой коллега эту тему уже затронул, хотелось бы затронуть её и мне тоже. Это темная связанная с темой. А что такое произошло с вашей, собственно говоря, работой, что вы внезапно так резко, или, может быть, это только кажется, что резко, перестали. Что случилось, что у вас такая вот реакция, что на неё началась, на работу, на вас. Что произошло, или что начало происходить, что вас вводит в состояние такого стресса, серьёзного, сильного, я бы сказал, да? Да, очевидно. Это очевидно, что стресс у вас здесь весьма-весьма мощный. Но что-то произошло с вами, что-то случилось, вот хотелось бы понять, что конкретно. Конечно, вполне возможно, что мы могли бы вам помочь с этим. Тем, чтобы, может быть, не изменить ситуацию, но изменить ваше отношение к ней. Это за то, что мы вполне могли бы сделать. Ну, как мне кажется, по крайней мере. Понимаешь, да? Поэтому постарайтесь довериться нам и постарайтесь несколько, если угодно, лучше посвятить нам ситуацию, которая с вами произошла. А то вы приходите вроде как найти выход, а по большому счёту говорите о том, что выхода у вас нет. Я так думаю, что хочется вам внимания, поддержки, вот, хочется, возможно, на кого-то положиться. Что, вероятно, выдаёт некоторую, может быть, такую изоляционную у вас политику некоторую, такую изоляционную позицию, вот, что вы в целом вот чувствуете себя в определённой, так скажем, изоляционной изоляцией от других людей, что, конечно, если это так, довольно грустно. Вот, но это решаем. Опять же повторюсь, то это вполне решаем. Главное, что вы хотели это, собственно говоря, решать. Если вы хотите, то проблем никаких быть, на мой взгляд, не должно. Как-то так. Мне так же кажется, что не просто, не просто так вы проработали 30 лет на одном месте. Вот. Совсем не просто. Бла, к этому какая-то у вас очевидная, ну, мотивация, может быть, к тому, чтобы столько времени работать на одном месте. И какая-то установка вами, скорее всего, двигала. Вот. И, коль эта установка вами двигала, то, скорее всего, скорее всего, двигает. Вами дальше. Сейчас. Когда вы пишете это сообщение, когда вы писали его, знаете, то, по этому, ситуация здесь, на мой взгляд, именно такая. И работа к вам, как мне кажется, в первую очередь нужна сеть. Вот. Вот. Это, в целом, некоторое такое, знаете, если можно так выразиться, расширение вашей жизни. Расширение ее вглубь некоторого. Вы, безусловно, большая молодец, что пошли на курсы, что начали осваивать новую профессию для себя, если я правильно вас понял. Вот. Безусловно, в этом смысле вы большая молодец. Но, есть в один момент. У вас есть комплексы. Комплексы по поводу своей внешности. И они заключаются в том, что вы больше внимания обращаетесь именно на внешность. Думаете, что люди обращают внимание всякие на внешность. Безусловно, есть профессии, где внешность важна. Такие профессии есть. Но они касаются имиджевых историй. Историй. Я не думаю, что в данном случае речь сколько-нибудь идет в проект. Но если вы сами себя обоцениваете, если вы сами к себе относитесь как-то негативно, если вы сами себя готовы уже немного-немало бичевать за свою внешность, идут только исчете, к примеру, когда или как другие люди будут это делать, то, конечно же, у вас не очень получится выстраивать отношения с потенциальным работодателем, скажем так. Что, в принципе, на мой взгляд, вполне логично. Вот. Поэтому поработать с комплексами вашими, с анаценниками, как сказал мой коллега, и больше сосредоточиться на цели. Больше сосредоточиться на целях, ваших целях, которые есть у вас. Вот что мне кажется принципиально важно. А не на то, что, вот, как бы, выпить. Кроме того, можно работать на той работе, на которой работаете вы и тратить столько энергии. Сейчас вы тратите какое-то безумное, просто колоссальное количество энергии. Вот. Вся ваша личность как будто бы сводится до уровня этой самой работы. Вот. Какая бы работа ни была, она не может быть наравне и очень подавно больше вашей личности. Вот. Поэтому, как-то вот посмотрите, пожалуйста, сами для себя опять же, что так много отгибает сил. Вот. Что вызывает обращение. Почему, если работа вам нужна ради денег, например? Да? Вы не можете относиться к этому спросу как к источнику денег. Вот. Ну, очевидно же, что у вас не получается. Совершенно очевидно, что у вас не получается. Вот, на мой взгляд, на эту тему вам тоже нужно подумать. То есть, есть работа, который является просто источником денег. Это нормально. Но вы вкладываете в эту работу далеко не только коммерция, так скажем. Да? Вот. Вы вкладываете в нее и чем-то еще, чем-то очень важным еще для себя. Вот это в данном конкретном случае крайне важно понять и увидеть. Тогда можно будет вам немножечко начать хотя бы экономно расходовать силы. Как вы, я надеюсь, я надеюсь, понимаете. В вашем случае многие, многие аспекты личности вашей оказались затронуты. Многие. Многие личностные аспекты оказались затронуты. Многие. И с каждым из этих личностных аспектов необходимо работать. Если вы кончились, то вы, конечно, к этому готовы. Да? Как бы. То есть. Ну если, условно говоря, вы готовы как-то вот в эту вот сторону двигаться. Так скажем. Вот. Вот как-то, пожалуй, так. Поэтому мне нужно, как мне кажется, играться в игры. Вот. А вам, ну, тратить свои ресурсы на игр. Вот. Этого делать вам не нужно. А лучше используйте свои силы для изменения модели поведения своего. Вот это куда более эффективно, куда более интересно, куда более увлекательно и полезно, экологично, как можно сейчас говорить для вас. На этом все. Буду вам безмерно благодарен за обратную связь по моему ответу. Это, что позволит вам начать работу над собой. Вот. Что позволит вам начать делать какие-то вот первые шаги. Вот. В плане работы над собой. А я вам хочу пожелать всего вам самого доброго. Удачи. Надеюсь, что выход из своей ситуации вы все-таки найдете. Я вам хочу... dowение для тебя за меняisiər. Я Geraldimiento Александровичима. Я вам account. Для тебя за Billy-лазогур Canadian Brunch. Кто-каза которого яялось вверх на свое имя по buffet. Удачи нам будет от этого, когда...